Квалификация в Европе подарила очередных участников чемпионата мира. Кто не, давайте поддержим небольшую интригу. Сегодня рассмотрим расклады в группах Е, Г и Д сборной Бельгии. Необходимо было просто победить Эстонию, с чем она легко справилась. Посудите сами, у победителя этого матча более 75% владения мячом, в 2 раза больше ударов, поворотов и в 7 раз больше точных пасов. В сентябре между этими командами была веселая игра, завершившаяся 5-2. Бентеки из Кристал Пелоса и Караско из Атлетика заработали по голу и передаче. Бельгия после двух поражений в Лиге Наций выиграла первый раз с сентября. Уэльс в параллельной игре победил Беларусь. В Казани в Алице выиграли со счетом 3-2. Два мяча на счету полузащитника Ювентуса Рэмзи. Уэльс не проигрывает в шестой игре к ряду. А вот Беларусь имеет серию из 8 поражений подряд. Таблица. Бельгия вышла на чемпионат мира. Я думаю, что 99% любителей футбола предполагали это еще до начала отбора. 19 очков, 6 побед, ничья и 0 поражений. Уэльс и Чехия поборются за право сыграть в плей-офф. Валийцы вышли на вторую строчку. 14 у чехов на 3 очка меньше. В случае равенства очков. Вторая команда будет определяться по разнице мячей. Эстония имеет 4, а Беларусь – 3. Во вторник, 16 ноября. Чехия – Эстония и Уэльс – Бельгия. В следующей группе состоялось 3 матча. Вторая команда таблица – Норвегия – преподнесла главную сенсацию дня, сыграв с Латвией в ничью 0-0. Первая встреча в сентябре завершилась со счетом 2-0. У Норвегии становится 6 матчей без поражений, 3 победы и 3 ничи. А вот Латвия в последний раз побеждала 5 игр назад Гибралтар. Турция воспользовалась неудачей норвежцев, обыграла Гибралтар и вышла на вторую строчку 6-0. В первом круге подопечные Гюнеша выиграли 3-0. Гибралтар за весь матч не смог нанести ни единого удара в створ ворот. 2 мяча у молодого Дервиша Глу из Галтасарая, 3 передачи у Бурака Илмаса и 2 передачи у Редвана Илмаса. В итоге у Илмасов 5 ассистов. Гибралтар не побеждает 13 месяцев или 14 матчей подряд. Черногория в Подгорице отыгралась с лидером группы Нидерландами, уступая 0-2. Мемфис из Барселоны забил 2 мяча и довел общее количество голов в квалификации до 11-ти. Напомню, в первом круге голландцы одержали крупную победу 4-0. Нидерланды не сумели выиграть пятый матч к ряду. Что ж такое? Вчера итальянцы упустили шанс выйти на чемпионат мира, а сегодня голландцы. Таблица Нидерланды набрали 20 очков. Благодаря осечке норвежцев они могли досрочно выиграть группу, но упустили шанс. Турция и Норвегия набрали по 18 очков. Интрига держится до последнего тура. Черногория имеет 12, но уже без шансов. У Гибралтара 6, у Латвии 0. В заключительном туре Гибралтар проиграет Латвии. Черногория уступит Турции, которая займет второе место, а Норвегия проиграет в параллельной игре Нидерландам. В четвертой группе определился еще один участник будущего Кубка мира. Им стала сборная Франции, которой необходимо было на своем поле одолеть немотивированный Казахстан. 8-0. Последний раз Франция побеждала с подобным счетом в октябре прошлого года в товарищеской игре Украину 7-1. Это была вторая встреча в истории с казахами. В марте чемпионы мира победили со счетом 2-0. Отмечаем автора покера Мбаппе из ПСЖ и автора дубля Пензима из Реала. Более того, Келяна дал еще голевой пас. Франция имеет 6 матчей без поражений, 4 победы и 2 ничи. Казахстан в этом году не выиграл ни единого матча. Безвыигрышная серия насчитывает 15 матчей к ряду. Финляндия, больше часа игравшая в меньшинстве, неожиданно победила Боснию 3-1. Команда вышла на второе место в группе. В первом матче был счет 2-2. Босния потерпела первое поражение за 6 игр. Таблица. Франция стала четвертой сборной, которая получила автоматическую путевку на чемпионат мира. Финляндия вышла на второе место 11 очков. Украина 3-я 9. Босния имеет 7 очков и теряет шансы выйти в плей-офф. Казахстан последний, 3 очка добыты благодаря ничейным исходам. 16 ноября нужно выяснить, кто выйдет в плей-офф. Босния примет Украину, а Финляндия попробует дать бой Франции. 14 ноября заключительный тур проведет Хорватия и Россия, Мальта, Словакия, Словения и Кипр. Время 17.00 по Москве. Армения встретится с Германией, Лихтенштейн, Румыния и Северной Македонии, Исландия. Время 20.00. И 4 игры начнутся в 22.45. Португолье, Сербия, Люксембург, Ирландия, Греция, Косово, Испания, Швеция. В 3-х мега-матчах определяются участники Кубка мира. Список лучших бомбардиров и ассистентов ДПА имеет уже 11 голов и 6 передач. 6 пасов имеет Горецкая. На данный момент мы имеем следующий расклад. На чемпионат мира отобралась Германия, Дания, Бельгия, Франция. А Шотландия сыграет в плей-офф. Поддержите канал, если информация была полезной. Благодарю спонсору. Смотрите, сколько на свете Арсеналов, Боруссии, Реалов и других ведущих клубов. Кликайте, услышимся завтра обязательно.